Всем привет! С момента изобретения колеса человечество делает всё возможное, чтобы как можно реже ходить пешком. К 21 веку оно научилось преодолевать любые расстояния на немыслимых скоростях во всех направлениях. И если вам казалось, что уже изобретены всевозможные транспортные средства и ничего нового придумать не получится, то это совершенно ошибочное мнение. Не верите? Тогда смотрите сами! Перед вами транспортное средство, которое является вполне реальным кастом-каром. Телефонный автомобиль был построен Говардом Дэвисом в 1983 году на шасси обычного Volkswagen Жука. Внешний вид алюминиевого кузова смоделирован с самого распространенного офисного телефона 1970-х годов. Кстати, машина обладает ещё несколькими фишками. Например, звук её гудка – это вполне ожидаемый телефонный звонок. А номерные знаки представляют собой слово PHONES. Уроженец Иллинойса Рик Салливан использовал два пикапа – Ford Ranger 1991 года и модель F-150 1995 для создания того, что на первый взгляд кажется перевёрнутым автомобилем с четырьмя колёсами, автономно вращающимися в воздухе. Выглядит такое транспортное средство, надо признаться, очень зрелищно. Посмотрите только на этот шикарный концептуальный автомобиль, который включает в себя летающего компаньона в виде квадрокоптера. Крошечный дрон должен выпускаться из специального отсека на крыше авто, и управлять им можно с помощью планшета. Для чего он нужен? Дрон можно использовать для предупреждения водителя об опасностях на дороге или, например, оценить размеры пробки. Этот трёхколёсный микромобиль-мотоколяска производства Peel Engineering Company – настоящее чудо автомобильной индустрии. Он рассчитан на одного взрослого человека и сумку, обладает лишь одной дверью и имеет одну фару. Кстати, на данный момент именно этому транспортному средству принадлежит звание самого маленького серийного автомобиля. Вообразите только, его длина составляет всего 1340 мм. А максимально разогнаться Peel P50 может до скорости в 61 км в час. Представьте, что во время путешествия по шоссе вы видите едущий к вам грузовик Chevrolet с включённым красным светом, и водитель, кажется, даже не подозревает, что он едет не в ту сторону. Но затем вы понимаете, что он движется назад, но на скорости всего транспортного потока. Непонятно, правда? Вот именно такие мысли у всех людей, кто встречает эту странную машину на дороге. Его передняя часть буквально находится на спине, что делает авто похожим на творение Франкенштейна. Интересно, что пришло в голову его создателям? Как думаете? На самом деле, каким бы ни был ход мысли этих людей, он определенно был красочным и необычным. Улица Америки рассекает уникальные автомобили в виде гигантского банана. Эта идея пришла в голову жителю штата Мичиган Стиву Бреттуэйту. Создатель видоизменил пикап известной компании Ford, который вышел в свет еще в 1993 году. Теперь кузов машины – это огромный желтый банан, который вмещает несколько пассажиров. Как результат, бананомобиль появился в списке рекордов Гиннесса как самый большой по размерам в своем роде. Кстати, владелец авто катает детей взрослых пассажиров за совсем небольшую плату. А теперь давайте посмотрим на восьмиколесный грузовик, разработанный Стивом Фрэнсисом. Ему потребовалось 20 лет, чтобы построить такой интересный кузов, кардинально отличающийся от оригинала. Мужчина модифицировал почти все аспекты своего грузовика, опустив кузов, добавив шесть колесных дисков, установив двигатель V8 и добавив необычные двери. С момента своего преображения автомобиль выиграл множество соревнований и увез домой огромное количество трофеев. Ну, здесь и правда, есть на что посмотреть. А как вам такой уникальный вид домашнего передвижного средства на основе автомобиля Porsche 996? Этот ховерборд – настоящее чудо, собранное полностью вручную. Фактически на таком ездящем кресле можно передвигаться по дому и даже на улицах. И надо признать, изобретение получилось довольно-таки удобным и практичным. Признавайтесь, друзья, и особенно мужчины, кто из вас мечтал в детстве о своем собственном танке, играя в войнушки? Если для кого-то это так и остались неизбыточные мечты, то этот парень из Южной Калифорнии решил воплотить их в реальность. Что из этого вышло, смотрите сами. Кстати, тоже весьма удобное приспособление для быстрого передвижения. Правда, в этом случае нужно много работать руками, чтобы добраться до места своего назначения. Зато никакого топлива такому транспортному средству не надо, а это огромный плюс. Мечтали в детстве о самокате? Тогда для любителей этого вида транспорта представляю новое изобретение, которое однозначно покорит ваше сердце и займет все свободное время в выходной день. Так что готовьтесь к активным прогулкам. Эстетика стимпанка оказалась весьма близка миллионам людей по всему миру. А потому за считанные годы это направление в искусстве разрослось до по-настоящему глобальных масштабов. Появился даже вот такой дом на колесах, который вы видите на своих экранах. Его особенность заключается в том, что это жилище на колесах в викторианском стиле полностью повторяет ту архитектуру, которая существовала 100-150 лет назад. Как и подобает настоящему стимпанковому транспортному средству, этот дом на колесах передвигается благодаря паровому двигателю, для чего его приходится подпитывать углем. Согласитесь, смотрится очень зрелищно. Обратите внимание, это самый быстрый в мире бамперный автомобиль, по версии книги Гиннесса. Кажется просто невероятным, но это самодельное транспортное средство способно разгоняться до молниеносной скорости 162 км в час. А вот постройка уникального авто отняла у изобретателя всего три недели. Так что, друзья, каждый из вас по сути тоже может создать что-то подобное, нечто особенное. Этот самодельный квадроцикл выглядит совершенно нелепо, особенно его шины. Однако он едет, и это уже вызывает восхищение. Особенно круто то, что такое транспортное средство столь же себя прекрасно чувствует в воде, как и на суше. Максимальная скорость в 40 км в час немного, скажете вы? Возможно. Но использование этого приспособления будет отличной идеей в любом случае. Это Toyota Vios на 8 колес – работа гениального Рони Гунована. И создавалась такая невероятная машина в несколько этапов. Что совсем не странно. Потрудиться пришлось на славу, но оно того стоило. Кстати, интересно, пустят ли эту машину со всеми ее модификациями и изменениями в серийное производство? Как думаете? А вот нечто похожее на предыдущую модель автомобиля. Только здесь уже по четыре колеса с каждой стороны расположены на своей одной оси. Надо признать, выглядит тоже довольно впечатляюще. Могу себе представить, какая у этого авто мощь. Mercedes-Benz модели F015 выглядит очень необычно и не может не вызывать восхищения. Этот полностью автономный роскошный седан отличается исключительно цифровым доступом. Концепт распознает любое мобильное устройство владельца, распахивает перед ним двери и позволяет активировать основные функции. Эта машина – настоящий помощник для человека. Она сканирует обстановку при помощи радаров, стереокамер и ультразвуковых сенсоров и принимает решения в тех или иных ситуациях. И еще много-много всего, что подвластно этому Mercedes. Остается надеяться, что мы все же когда-нибудь увидим это авто на дорогах своих городов. Датский производитель конструкторов Лего показал одно из самых необычных своих творений – полноразмерную управляемую версию гиперкара Bugatti Chiron. Но что здесь особенного, спросите вы? Дело в том, что самой главной частью этого Лего Chiron является силовая установка, состоящая из 2304 двигателей из набора LEGO Technic. Ее мощность равна 5,3 лошадиных сил. Кстати, немаловажно, что при создании машины было использовано более 1 миллиона кубиков, а ее внешний вид полностью повторяет оригинальный дизайн Chiron. Невероятное изобретение! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok